В 56-м году советские пионеры знали толк в разновидностях джиннов. А советские джинны творили кинематографические чудеса по всему Союзу. Но главные явления сверхъестественной природы вершились, конечно, под ленинградским небом. Пора бы разведать места действия волшебных сил, а заодно узнать, что повлияло на них больше – магия или время. Я рабовладелец, ты с ума сошел? Еще и слоновладелец, и верблюдовладелец, и еще мне принадлежат какие-то богатства. Слонов, верблюдов, лошадей и ослов, а также студентов индусов со всего Ленинграда сгоняли именно сюда. Это по сценарию богатейшей из учащихся средних школ, а заодно счастливый обладатель джиннов Волька и Боналеша живет где-то в районе Красной Пресни, а по факту здесь, на улице Савушкина, 26. За полвека двор, конечно, изменился. Деревья выросли, и детская площадка выглядит иначе. А вот сами дома, как были старинскими четырехэтажками, так ими и остались. На месте и пожарные лестницы, и навесы над входами в подвал. Ух ты! Вот это да! Мы установили. На самом деле, чудо на улице Савушкина создавал вот этот человек. Не джин и не маг, а художник Юрий Иванович Боровков. Надо написать. Этот дворец принадлежит Рано. Рано нет. Рано для Рано это слишком роскошно, по-моему. Слишком роскошно. Сейчас бы это сделали из этого, наверное, какое-нибудь веселительное заведение, скорее всего. Или мусульмане взяли бы себе это. Чудо магическое с чудом электромагнитным произошло ровно на этом месте действия. Троицкая площадь, бывшая площадь революции. Автоматов здесь, конечно, уже нет, зато... И, Лена, проекты у меня за спиной как было, так и осталось. Только если раньше это НИИ застраивала Ленинград с Талинками, Хрущевками и Брежневками, то теперь возводят в Петербурге красоту из стекла и бетона. Тоже, в общем, вполне себе чудо. А мы нашли специалиста по киномагии. Оператор комбинированных съемок, один из первых и главных мастеров российских спецэффектов, Олег Плаксин утверждает, это еще цветочки. Так скажи же, научишь ли ты меня этим наукам, дающим человеку такую волшебную силу над вещами? Это, скажем так, профессия, которая обманывает людей. Есть какие-то вообще совершенно простые примитивные способы. Достаточно поставить камеру, перед камерой закрыть одну половиночку объектива черненькой бумажкой. И у нас с вами получится такое вот смещение по времени. Человек может, идя из одного кадра в другую, просто спрятаться в эту кашету, или стать просто невидимым. Вы обманываете людей и делаете это честно. Делаем честно, еще за это получаем зарплату. Джин, ты, конечно, в высшей степени могущественна. Так вот, если ты хочешь совершить чудо, так посоветуйся с людьми. Вот так к концу фильма двум простым пионерам даже магические шалости удалось подчинить здравому смыслу. А случилось это так-так в парке Победы. Здоровый и полноценный член социалистического общества Джин Хатабыч проходит вдоль саженцев ручья. Сейчас они вымахали в высоченные деревья. А вот этого фонаря у моста в 50-х здесь и вовсе не обнаружено. Зато детская площадка на месте. Только скульптура на ней развернута на 180 градусов. Да и дома на Кузнецовской улице сейчас магическим образом скрыты от взгляда за зелеными массивами. Кстати, на кинопленке видно, в 50-х они только строились. Ну что, мы не хуже, чем на ковре-самолете пролетели над жилом массивами сталинского образца, сквером на Петроградской стороне и культурно-оздоровительным парком на Московском проспекте. Эти местодействия очень даже неплохо хранят память о том, какими они были полвека назад. Даже если магия из них за это время немного повыветрилась. Хотя...